Алексей Дигель, инвалид третьей группы, работает оператором системы видеонаблюдения на Салават-Водоканале. На предприятие он устроился благодаря системе квотирования рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Алексей, как обстановка? Все как положено по суточной ведомости, без нарушений. Мониторим. Как сюда устроился? Прямо здесь, на месте уже начал осваивать это видеонаблюдение профессии. У меня не было науков. По месту у нас были сотрудники, помогали инженеры, постепенно изучали, сейчас все получается, никаких замечаний нет по работе, все справляюсь. Я даже не предполагал, что можно по мне найти такую работу, потому что когда я тоже заходил, искал работу, там везде, хоть ты инвалид, но везде с дипломом, с науками должны набираться, а это сюда без наука даже попало. Как бы мне все устроит, все устраивает. Приняли на работу Алексея в 2017 году, когда ему после курса реабилитации и лечения заменили вторую группу нерабочую на третью. Когда эту должность вводили на предприятии, было принято решение, что ее займет именно человек с ограниченными возможностями здоровья. Вообще надо сказать, что Салават Водоканал входит в число работодателей, которые не только выполняют нормы по квотированию, но и выделяют их сверх нормы. На предприятии существует 6 квот по трудоустройству лиц с ограниченными возможностями, людей с ограниченными возможностями. На данном предприятии сейчас работают 10 человек с ограниченными возможностями. Предприятие их всячески поддерживает, создает все те необходимые условия, которые требуются для каждого индивидуального работника. На сегодняшний день в Салавате в 143 организациях организовано 503 рабочих места согласно квоте. Из них 352 уже заняты, а 151 должность по-прежнему вакантна. Квота для приема на работу инвалидов – это минимальное количество рабочих мест, которые работодатель должен выделить для трудоустройства инвалидов. Работодатели, среднесписочная численность которых составляет 35 и более человек, для этих работодателей устанавливается квота по приему трудоустройства инвалидов. При этом в среднесписочную численность не включаются работники, условия труда которых относятся к опасным или вредным, или должности которых относятся к государственной и муниципальной службе. Работодатели самостоятельно ежеквартально рассчитывают квоту. У тех работодателей, среднесписочная численность которых составляет больше 101 человека, от 101 человека, для них еще устанавливаются специальные рабочие места, должны они выделить для приема на работу инвалидов. То есть это те рабочие места, которые оборудованы специальным оборудованием, или же специально созданные условия труда на этом рабочем месте должны быть созданы. По словам специалиста Надежды Сухоруковой, многие предприятия в городе трудоустраивают инвалидов не только по квоте, но и, например, по дополнительным и специальным программам по договорам с Центром занятости населения. Однако, по-прежнему на учете в Центре занятости стоит 44 человека с ограниченными возможностями, при том, что, как уже говорилось, имеется 151 вакансия. И проблема здесь с трудоустройством инвалидов на квартирам и рабочие места заключается в том, что спрос не соответствует предложению. Работодатели заявляют все вакансии, которые у них есть в наличии. Это дворник, рабочий, плотник, повар, парикмахер и так далее. Но не все инвалиды могут работать на этих местах. То есть инвалиды, как правило, по состоянию здоровья им показан какой-то легкий труд. Или другой вариант, крупные промышленные предприятия, они заявляют вакансии, именно где требуются работники высокой квалификации. То есть инженерно-технические работники, техники и так далее. Здесь уже идет несоответствие в профессиональном по уровню квалификации. Тем не менее, основная проблема при трудоустройстве инвалидов – это состояние здоровья человека. Далеко не все могут работать, например, кровельщикам и плотникам или водителям. Так только в этом году, по информации Центра занятости, 143 человека из-за состояния здоровья оказались не готовы приступить к работе, что, безусловно, влияет на уровень занятости населения с ограниченными возможностями. Олег Халиулин, Ильнур Зайдзидинов, телекомпания «Салават».